Добрый день, уважаемые ребята, участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Олимпиада позади. Я надеюсь, вы успешно справились с выполненными заданиями. Сегодня мы проводим разбор выполненных работ, выполненных заданий по тем материалам, которые есть в нашем распоряжении. Разбор, который предваряет знакомство с результатами, которые будут в вашем личном кабинете. После этого разбора вы сможете уже соотнести критерии, результаты и оценочки баллов, которые вы набрали за выполнение тех или иных заданий. Итак, напомню, что традиционно задания для регионального этапа Всероссийской Олимпиады составляются в Центральной комиссии в Москве, и мы получаем эти задания в регионах. В этом году задания для 10, 9, 10 и 11 классов носили однотипный характер. Поэтому я, с вашего позволения, построю свой разбор таким образом, что я прокомментирую сам тип заданий, обозначу те критерии, по которым проверялось выполнение этого задания, ну и дам небольшой анализ выполненных уже вами работ. Итак, в каждом классе, в 9, 10 и 11 вам предоставлялась возможность выполнить 5 типов заданий. В итоге вы при выполнении всех пяти заданий должны были набрать 100 баллов. Итак, задание номер один. Задание, которое было рассчитано на проверку литературной эрудиции, общего понимания особенностей художественного мира того или иного автора. В 9 классе ученикам предлагалось познакомиться с высказываниями известного критика начала 20 века Юрия Эхенвальда, высказывания, собранные в его знаменитой книге «Силуэты русских писателей», где он отражает впечатление от чтения того или иного автора. И необходимо было по, условно говоря, импрессионистическому силуэту, который дает этот автор тем или иным писателям, определить самих авторов, самих писателей и нужную фамилию вписать в лист ответов. Давайте посмотрим на те ответы, которые предполагалось, что вы дадите. Итак, вот результаты, которые являются правильными в соотношении с баллами, которые вы могли набрать при правильном угадывании зашифрованных в работе Юрия Эхенвальда имен писателей. Сразу отмечу, что, безусловно, этот материал укладывается в рамки школьной программы. Его уже, конечно, знакомы с творчеством Николая Васильевича Гоколь, и с творчеством Александра Сергеевича Грибаедова, Михаила Юрьевича Лермонтова. И необходимо было угадать имена этих авторов по характеристикам, по достаточно эмоциональным характеристикам Юрия Эхенвальда. Ну и скажу, что в самих характеристиках на самом деле есть те так называемые зацепочки, которые делают этого автора в характеристики Юрия Эхенвальда достаточно узнаваемым. Ну вот, к примеру, там, где заходит речь о Николая Васильевича Гоголе, о Николая Васильевича Гоголе, здесь обращается внимание и на то, что автор дает нам интересные образцы так называемой сгущенной человеческой пошлости. Так, и показывает нам образы, за которыми стоит и нарочитая смешная речь, и косноязычие, и косноязычие, так, и прибаутки, прибаутки, и неблагозвучные имена. Ну то есть это то, что характеризует как раз художественную манеру Николая Васильевича Гоголя. И вот такие зацепочки, безусловно, были в характеристике каждого из представленных авторов. И вот правильные имена, писатели, которые вы должны были угадать, это Николай Васильевич Гоголь, да, в первой характеристике, вторая характеристика посвящена Грибоедову, да, и третья характеристика посвящена Михаилу Григорьевичу Лермонтову. За каждый правильный ответ мы могли получить один балл, и суммарный балл за выполнение первого задания – три. Задание второе, задание три. Вот такого же типа задания были в каждом классе, хотя задания были со своим, скажем так, наполнением, со своим наполнением, да. В десятом классе тоже предлагалось угадать имена писателей, да, зашифрованных в книге Ахенвальда силуэты русских писателей. И давайте посмотрим на ответы, да, правильные ответы. Первая характеристика была посвящена творчеству Александра Николаевича Островского, да, известного русского драматурга, которого тоже можно было легко угадать вот по отдельным таким вот деталям, скрытым в характеристике Ахенвальда. Ну, например, это царство хозяев и приказчиков, свах и ворожей. Это область нелепица и самодурства, пьяного разгола и мелочной расчетливости, да. Да, известно, что Островский был драматургом, да, и создавал интереснейшие театральные образы, да, характеры. Конечно, в его пьесах мы как раз и видим с вами представителей так называемого темного мира, да, самодуров, да. Мы видим хозяев в жизни, приказчиков, да, и при этом мы видим многочисленных свах. То есть вот уже даже по этим последним описаниям мы так или иначе могли бы догадаться о том, что речь идет об Островском. Точно так же такие же зацепки есть и в характеристике других авторов. Так, ну, к примеру, там, где вполне угадывается творчество Ивана Александровича Гончарова, да, мы с вами, конечно, это вполне можем определить, но, к примеру, мы видим, что он никогда не спешит, никуда не торопится, что это организация внутренней оседлой, привязанной к данному укладу жизни. Художник-хозяин, он любит человека в его домашней обстановке. Уже по этой характеристике мы невольно вспоминаем гончаровских героев, да, в частности, одного из главных героев, да, хорошо вам знакомого по школьной программе, так, это Илья Ильич Обломов, да, который представлен и в домашней обстановке, и раскрывается через домашнюю обстановку, так. Ну, и, наконец, третья характеристика, характеристика третьего автора, Фёдора Михайловича Достоевского, так, здесь вот, на мой взгляд, зацепочки уже ближе к концу отрывочка появляются. Особенно занимают его убийства, насилие, казни, и он до каллюцинации живо представит себе смертный страх убиваемого, да, вольно или невольно мы вспоминаем главного героя из романа, Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова, да, вот, и это для нас, конечно, существенная такая вот подсказка, существенный намёк на самого автора, на Фёдора Михайловича Достоевского. Так, точно так же при выполнении этого задания вы могли набрать максимально три балла, по одному баллу за каждый правильно названный ответ, за каждый правильно названный фамилию. Так, ну и, наконец, в одиннадцатом классе, в одиннадцатом классе предлагалась уже другая работа, это мемуарный роман Катаева «Алмазный мой венец», да, роман, в котором изображены друзья и современники автора, известные тоже писатели и поэты, и очерчивается хронология 20-е годы, следовательно, можно вот уже по этой хронологии, да, определить тех авторов, кто был зашифрован в представленных мемуарных характеристиках. Так, вывожу на экран правильные ответы при выполнении первого задания. Так, в первой характеристике было зашифровано имя Михаила Афанасьевича Булгакова, да, и здесь для нас вот такой вот творческой зацепочкой, конечно, могли быть безусловным имена, могли быть безусловно названием его произведения, упоминается, например, Дивелиада, да, и, конечно, упоминается тот писатель, который был для Булгакова неким таким образцом, да, на которого он особо благоговел, да, и традициям которого он стремился следовать, и Николай Васильевич Гоголя. Так, вот сложнее, наверное, было отгадать второго автора, зашифрованного в этой характеристике. Это известный тоже поэт первой четверти XX века Велимир Хлебников, да, и здесь, ну, безусловно, такой вот подсказкой, да, было бы значение, ночевал великий поэт Будет Леонид, председатель земного шара, да, то есть вот в этом проявляется особенность художественного мира Велимира Хлебникова. Ну, и, может быть, не совсем тоже, что называется, на поверхности для вас оказался третий автор, зашифрованный в третьей характеристике, и подсказка здесь снова сложит указание на наименование произведений этого автора, имеется в виду Исаак Бабель, автор знаменитого произведения «Конармия», хотя в характеристике Катаева он упоминается как «Конармеец», «Конармеец». Так, рассказ «Соль», «Конармеец» стал невероятно знаменит, да, и так далее, и так далее. Сразу скажу о том, что в угадывании фамилий писателей большинство из вас проявили действительно свою литературную традицию и сумели показать и знание литературного материала, и понимание особенностей художественного мира того или иного автора. Но не те одиннадцатиклассники, вот обращая на это внимание, успешно справились с выполнением, и многие узнали, конечно, Булгакова, и сложнее было вспомнить имена Велимира Хлебникова или Исаака Бабеля. И здесь, я думаю, причина заключается в том, что, к сожалению, изучение историко-литературного процесса XX века идет в достаточно напряженном темпе на уроках литературы, и, может быть, не все смогли на уроках литературы уделить этим именам достаточное количество времени. Но, друзья мои, я предупреждаю вас и о том, что вот так всегда бывает уже на региональном этапе Террористической Олимпиады, когда предлагаются задания повышенного уровня сложности. Вы уже прошли городской этап, то есть муниципальный этап Олимпиады, и, следовательно, вы уже показали свои хорошие знания, высокие результаты, но и ведь само соревнование продолжается. И вот задание повышенного уровня сложности как раз направлено на то, что отобрать из участников Олимпиады, что называется, эрудированных знатоков в области литературы, историко-литературного процесса и любителей литературы, потому что победители получают потом возможность поучаствовать во Всероссийской Олимпиаде и представить наш регион на Всероссийской Олимпиаде по литературе. То есть понятно, что всегда предлагаются задания повышенного уровня сложности. Второе задание, второй тип заданий, который предлагался участникам в этом году, это определить произведение, произведение, и вспомнить автора этого произведения по комбинации предметов. По комбинации предметов. На мой взгляд, очень интересное задание предлагалось, в выполнении которого тоже вы показали разные результаты. Я напоминаю, что в девятом классе были представлены в качестве ответа имена двух классиков русской литературы. Были зашифрованы в этих визуальных комбинациях, в предметах произведения хорошо вам знакомых авторов. Это «Капитанская дочка Пушкина» и «Шинель Николая Васильевича Гоголя». Задание второе рассчитано на проверку умений работать с предметной детализацией художественного текста. То есть мы видели, скажем так, картиночки, и на картинках отражены те предметы, которые, безусловно, упоминаются в художественном произведении. Безусловно, упоминаются в художественном произведении. Так и, безусловно, за каждым предметом есть свой смысл. У каждого предмета есть свое место в этом произведении. И вот по тому, как вам необходимо было эти предметы соотнести, вы должны были восстановить это художественное произведение. Это художественное произведение. И, может быть, конечно, девятиклассникам было сложновато разобраться вот с этими картами, да, с этими картами, которые появились в качестве визуального материала, да, или с небольшой вот такой вот графической зарисовочкой, да. Может быть, сложнее было с этим разобраться. Но на последнем рисунке была представлена пушка, да. А мы помним, что, конечно же, да, действие капитанской дочки посвящено историческому событию, да. Историческое событие – это крестьянская война, бунт, народный бунт под предводительством Пугачёва, да. И там показаны две стороны, участвующих в этом бунте, и те, кто пошёл за Пугачёвым, но и те, кто защищал интересы, по сути, Российской империи, да, и кто был на страже Российской империи. Я имею в виду крепость, да, крепость, в главе которой стоял капитан Миронов, да. И вот поэтому пушка является знаком именно вот этого исторического события, знаком этого исторического события. Так, поэтому правильный ответ – это надо было, было вспомнить название произведения «Капитанская дочка», да, вспомнить авторство этого произведения, Пушкин, да, и в результате мы могли за правильный ответ по первому, при соотнесении первых трёх рисунков набрать три балла. Второе задание тоже предполагало отгадывание литературного произведения, да. И здесь тоже были, в общем-то, не случайные такие вот визуальные образы, выбраны азбука, да, причём азбука с примерами красивого каллиграфического написания той или иной буквы, той или иной буквы, да, пуговка и иголка, пуговка и иголка. Речь идёт, конечно же, о знаменитом произведении Николая Васильевича Гоголя в повести «Шинель», повести «Шинель», да, как известно, главный герой этой повести занимался ничем иным, как переписыванием документов, да, и видел в этом себя, видел в этом и своё наслаждение, видел в этом своё мастерство и даже своё предназначение, да. Ну и помним, что он мечтал, безусловно, да, о «Шинель», вот поэтому здесь и появляется и пуговица, и иголка, да, то есть те предметы, которые характеризуют Акадья Акадьевича Басмашкина, то есть символические, конечно, детали для понимания этого произведения. Итак, максимально за выполнение этого задания вы могли набрать 6 баллов, 6 баллов, так, если вы правильно угадывали название произведения, да, помнили авторов этого произведения, вот максимальная сумма баллов за второе задание – это 6. Такой же тип задания предлагался и в 10 классе, да, и в 10 классе. Я сразу вывожу на экран ответы, которые должны были, да, 10-классники с опорой на визуальный материал, так. В 10 классе был зашифрован роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», да, и мы тоже должны были соотнести представленные картиночки, да, картиночки, на которых были и палеты, да, и упоминался, или обложкой романа Пальтера Скотта «Пуритани», да, или бы «Лодка», ну, то есть все детали, которые важны для характеристики как раз главного героя, да, главного героя этого произведения, и, конечно, легко можно было об этом догадаться, да, и вспомнить сюжеты из этого произведения, да, действие происходит и в военных условиях, да, действие происходит и в Тамане, да, и все то, что важно для Печорина, вот в этих таких вот деталях, конечно, проступает, вот. А второе произведение, которое было зашифровано для 10-классников, это роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. Тоже интересные образы визуально были представлены на этих картиночках. Лопоток, так, баночка с вареньем, с вареньем, на котором написано «Ружевник», ну и, наконец, музыкальный инструмент, и вот все это имеет отношение тоже к героям романа «Отцы и дети», в частности, к семье Кирсановых, да, к Николаю Петровичу Кирсанову, да, который, как известно, играл на музыкальном инструменте, да, который любил мир семьи, отстаивал высокие семейные ценности, да, и при этом в том числе был действительно благосклонно настроен и по отношению представителя простого сословия, простого сословия. Но и в то же время мы знаем, что в романе есть Евгений Базаров, да, который, как известно, говорит о том, что он любит русский народ, любит русский народ, и его лучшие какие-то представления, да, связаны, конечно, именно с русским народом. То есть тоже десятиклассники за выполнение этого задания могли набрать 6 баллов. Так, в одиннадцатом классе посмотрим, что предлагалось. В одиннадцатом классе участникам Олимпиады предлагалось вспомнить, вспомнить, так, открываю правильные ответы, вспомнить произведений Бунина, его знаменитый рассказ «Чистый понедельник», да, давались тоже три иллюстрации, и по ним необходимо было вспомнить это произведение. И второе произведение, да, это комедия Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», лирическая комедия «Вишневый сад», да, и тоже, друзья мои, по визуальным образом, представленным на этих картиночках, можно было, конечно, догадаться об этих произведениях, да, действие «Чистый понедельник» соотносимо с православным церковным календарем, да, поэтому здесь и появляется вот горочка блинов, да, которая, как известно, является знаком маслениц, да, прощённого воскресения. Так, здесь появляется свеча, да, как знак, вот, скажем так, духовного мира, главной героини, да, её желание всё-таки отойти от жизни светской, да, и в итоге найти её поиски себя, своего мира в этой жизни, да, её желание сосредоточиться вот уже на духовных ценностях. И, конечно, легко было догадаться, по представленным визуальным образом, о комедии Чехова «Вишневый сад», потому что здесь мы видим на картинках и топор, да, мы знаем, что в пьесе «Раздаётся столько-то пора», здесь представлены знаменитые калоши, те калоши, которые позволяют нам помнить о фирсе, да, о фирсе, который остаётся закрытым в этом доме, когда все покидают имение. Ну и здесь есть элементы или детали бильярдной игры, игры в бильярд, шарки, да, что, в общем-то, охарактеризует Гаева. Ну, то есть вот по отдельным приметам, да, мы можем, конечно, восстановить политику этого произведения, могли догадаться, какое произведение было загадано. Итак, «Вишневый сад» Чехова, следовательно, 11-классники за правильно выполненное второе задание тоже могли набрать по 6 баллов. Так, теперь мы с вами посмотрим на задание номер 3, задание номер 3, задание, которое рассчитано на проверку умения определять стихотворный размер. Из списка стихотворных цитат нужно было отобрать те, что соответствовали данному размеру. Сразу хочу сказать о том, что на самом деле, ребята, вы молодцы, потому что многие из вас правильно, правильно выполнили это задание и действительно смогли подобрать из предложенного списка те строки, которые действительно соответствуют данному стихотворному размеру. Итак, в 9-м классе, в 9-м классе, да, правильные ответы были под номерами 1, 2 и 5, 1, 2 и 5, 6 баллов могли набрать 9-классники при выполнении данного задания, так. В 10-м классе правильные ответы это 1, 3 и 5, 6 баллов могли набрать 10-классники. И вот 11-й класс, правильные ответы, правильные ответы 1, 3 и 4. Так, теперь задания под номером 4. Задания под номером 4 и задания под номером 5 – это те самые знаменитые задания, которые, наверное, и составляют суть олимпиадного испытания. Итак, с первого по третье задания вы должны были дать краткий ответ, да, по сути, вписать ответ в предложенные клеточки. А вот задание под номером 4 – это задание аналитическое, задание аналитическое, когда участникам олимпиады предлагалось выбрать для анализа эпическое, то есть прозаическое, либо лирическое, или поэтическое произведение и выполнить целостный анализ, и выполнить целостный анализ. Итак, традиционно на выбор предлагалось для анализа два текста, два произведения. Девятиклассникам предлагался рассказ Анатолия Кудревицкого «Небесная живопись». Произведение было написано в 2000 году, произведение современной литературы, произведение современной литературы, произведение с очень интересным номинованием «Небесная живопись», не очень сложное по своей сюжетной организации, не очень сложное по своей композиции, но произведение, которое открывает удивительную способность героя к восприятию окружающего мира, удивительную способность увидеть этот мир в цвете, увидеть этот мир в цвете, а там, где цвета нет, то и раскрасить этот мир, раскрасить этот мир. То есть задание, то есть рассказ, который, конечно, открывает особенность творческой личности, открывает смысл творчества, особенность творческого мироощущения человека. Мы видим героя в разные жизненные периоды, в разные жизненные отрезки. Он вспоминает о себе и о восьмилетнем, он вспоминает о себе в студенческие годы. И видим, как герой замечает в себе эту удивительную способность видеть мир в красках, и тем самым он им предкрывает для нас вот эту вот так называемую завесу творчества, что творчество – это, конечно, дар, дар, которым делены избранные, но и дар, который, безусловно, надо, если ты в себе это чувствуешь, дар, реализовывать. Нельзя, что называется, чтобы талант оставался неоткрытым, нельзя, чтобы талант оказался загубленным. Так, рассказ любопытен по замыслу, по выполнению. В рассказе достаточно много символических образов. Так или иначе, возникает интересная сюжетная линия между героем и девушкой. И в создании вот этого второго образа, образа девушки, тоже есть интересные элементы, потому что остаётся до конца непонятным, что это за образ, насколько он реалистичен, или образ мифический. Есть в этом произведении и сказочные элементы, и мифические, и мифологические элементы. Есть интересные, скажем так, природные зарисовки, зарисовки неба. И вот всё это, безусловно, если вы правильно воспринимаете текст, вы должны были открыть в своём анализе. Так, и в качестве альтернативы предлагался текст, который принадлежит Герману Плесецкому – это стихотворение «Дорога в Тригорское». «Дорога в Тригорское». Стихотворение 1963 года. Текст, на мой взгляд, тоже достаточно хорошо прочитывается. Произведение достаточно живое, динамичное. Живое, динамичное. И, следовательно, это хороший материал для того, чтобы понять, как в художественном произведении отражается динамика смысла, динамика художественных образов. Хотя есть в этом тексте и повествовательные начала, и можно проследить даже определённую сюжетную основу этого текста, поэтического текста. На мой взгляд, девятиклассники при выполнении этого задания были весьма успешны, потому что многие действительно разобрались из рассказа Анатолия Кудривицкого и предложили интересный рассказ Германа Плесецкого. Действительно смогли понять смысл этого произведения. Это проверялось по первому критерию. Понимание произведения как сложно построенного смысла. Последовательно, адекватно, аргументированно раскрытие этого смысла в динамике через конкретное наблюдение. Вот многие из вас так и поступили. стали излагать своё понимание этого смысла в развитии, в динамике, с опорой, с аргументацией по тексту. По второму критерию мы оценивали композиционную стройность работы, связность и логичность вашего текста, который вы создавали на основе анализа. Здесь я тоже хочу отметить, что многие из вас по этому критерию набрали уже достаточно большое количество баллов, потому что у многих работа оказалась в этом смысле очень удачной. Мы увидели действительно связанные, логично выстроенные тексты и была достаточно аргументированная опора на цитатный материал, либо отсылки на произведения. Третий критерий требовал от нас посмотреть, как вы используете в своих работах теоретико-литературные материалы, теоретико-литературные понятия, как вы включаете в свой анализ конкретно теоретико-литературные термины. Потому что здесь и предполагалось наше внимание к вашему умению использовать термины корректно, точно, и только в тех случаях, где это необходимо, где с искусственного усложнения текста работаем. Отмечу, что многие из вас действительно в предложенных текстах и в прозаическом, и в поэтическом эти термины встретили, прошу прощения, при анализе использовали терминологию. Однако не всегда, друзья мои, вы, находя художественный приём, вы не всегда отмечали функцию того или иного художественного приёма, что даёт то или иное перечисление, что даёт та или иная метафора, или той или иной эпитет для понимания художественной природы текста. Многие, к сожалению, назвав правильный приём, как раз и оставляли этот материал неразвёрнутым, не вплетали его в свой анализ, не включали его в свой анализ, этот приём, и таким образом не показывали функциональное предназначение этого приёма. А это важно, потому что это то, что и позволяет нам как раз выявить художественную особенность представленных произведений. К четвёртому критерию историко-литературной эрудиции, уместность, интерпретационная обоснованность, использование фонового материала из области культуры и литературы. Вот здесь, друзья мои, хочу отметить, что девятиклассники почему-то всё-таки ограничивались в анализе и в своей интерпретации выбранного произведения, либо позаического, либо поэтического, скажем так, ограничивались только вниманием к своему тексту и как будто бы забывали, забывали, что на самом деле любое художественное произведение является отражением своего времени, своей эпохи. В любом художественном произведении можно найти и отсылки к традициям, отсылки к тем или иным писателям, прозаикам или поэтам, чьи творчество особо ценимо тем или иным авторам. Но и не просто отсылки, но и понимание, как эта традиция важна для современности. И вот, к сожалению, особенно при анализе рассказа Пудревицкого, не во всех работах есть опора на фоновый материал из области культуры и литературы. Ну и вот мне, например, было очень жаль, что при анализе великолепного стихотворения Лисецкого «Дорога в Треборской» вы почему-то многие обошли в упоминание в произведении конкретных топонимов, конкретных мест, это в частности само Треборской, Одесса, Петербург, те места, и в частности Святые горы, те места, которые связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина. В отдельных работах, конечно, есть обращение к этому, но в большинстве случаев вот этот вот конкретный контекст для понимания произведения Германа Плесецкого не задействован был в анализе, не задействован был в анализе, а это бы очень хотелось. И вот в этом случае, по этому критерию, вы и набрали, если не было историко-литературного контекста, если не было фонового материала из области культуры и литературы, вы получили нуль баллов. Ну и важно, конечно, друзья мои, чтобы и даже в отборе фонового материала не было бы фактических ошибок, и тогда вы могли набрать большое количество баллов и по этому критерию, если не будет ошибок. Ну и, безусловно, коль вы создаете текст в процессе анализа, в ходе вашего анализа художественного произведения, вы так или иначе должны были ценить и вашу языковую и речевую грамотность в представленной работе. То есть мы отмечали речевые, грамматические, орфографические, пункционные ошибки, да. Если этих ошибок было достаточно много, то, безусловно, и балл за работу по этому критерию тоже снижался. Ну вот, друзья мои, максимальный балл при оценивании четвертого задания – это 65, это 65. А то, как вы справились, то, как оценили эту работу, вашу работу, вы сможете уже посмотреть в своем личном кабинете. Посмотрим теперь далее. В 10 классе для анализа предлагалось тоже два произведения, тоже два произведения. В частности, это был рассказ, автором которого является Сигизмунд Прожжановский, рассказ «Окно». Произведение датировано 1933 годом. 1933 годом и любопытно, что после этого произведения было примечание с расшифровкой тех и организаций, да, этих особых явлений из мира культуры, из мира жизни русских художников, да, которые упоминаются в этом произведении, в этом произведении. «Окно» – это рассказ о особом таком психологическом типе человека, рассказ об Илье Ильиче Витюнине, да, который, как начинает, очень интересно это произведение, который, собственно, не заметит, как превратился из господина Витюнина в товарища Витюнина. Вот. Очень интересный и достаточно занимательный сюжет этого произведения, да, с интереснейшими такими сатирическими, юмористическими, да, комическими эффектами, причём комизм и сатиры, которые достигаются не только через неожиданные детали, которые здесь появляются, да, не только через неожиданные линии психологического проявления героя, его, скажем так, изменений, да, его изменений, его перевоплощения из одной сущности в другой, в переход в другую сущность, но и в этом произведении интересен язык автора, язык автора, язык, в котором отражается, конечно же, сама эпоха, эпоху 30-х годов, да, эпоха активного строительства нового государства, нового строя, эпоха рождения, по сути, и новая литература. И вот автор, да, в унисон, вот этим общественным, да, социальным, историческим новациям, да, активно использует в своем произведении лексику такого нового характера, да, я бы даже сказала неологизма, неологизма, но эти неологизмы у него приобретают сатирическую направленность, сатирическую направленность. И произведение Сигизмунда Рожжановского, безусловно, включается, или могло быть вами включено в широкий литературный ряд, литературный контекст тех прозаиков, сатириков, да, и 20-х, и 30-х годов, кто вот так вот по-своему и видел, и понимал, что происходит в обществе, что происходит с человеком, новым человеком в этом государстве, так, но кто одновременно и понимал, что во всех этих изменениях была и некая и ущербность для человека, потому что человек, вопреки движению времени, движению эпохи, так или иначе, теряет какие-то высокие духовные ценности, да, происходит обезличивание человека, да, и человек вот неожиданно может оказаться в несвойственной ему нише, как это происходило с Ильей Ильичем Витюниным, да, кассир, кассир, который вот после того, как оказался в другой жизни на реале, уже создает или воссоздает образ своей жизни, образ жизни кассира уже дома, уже дома. Вот такой необычный финал этого произведения. И здесь, друзья мои, мы точно так же рассчитывали на то, что вы, наблюдая за этим героем, за изменениями, за развитием сюжетной линии, да, за тем, как он сам меняется, за тем, какие трансформации происходят вокруг него, в частности, в его доме, в его квартире, да, в его жилье, как вы пронаблюдаете за изменением смысла произведения, да, за движением этого смысла. Так, в работе, безусловно, вы должны были показать и свое понимание, что такое сатира, да, каковы разновидности сатиры использует Сигизмунт Кржановский, да, как он работает с юмором, где есть ирония, да, где есть более глубокая, более сильная сатира. Следовательно, владение теоретико-литературным аппаратом тоже вам необходимо было показать десятиклассники. Ну и вот здесь я отметил, что многим десятиклассникам удалось увидеть в этом произведении и дыхание времени, дыхание эпохи. И поэтому произведение Кржановского многими трактовалось именно с учетом фонового материала из области культуры, из области общественной, исторической жизни, из области литературы. Ну и, конечно, мы учитывали тоже общую речевую грамотность представленной работы и максимальный балл, который вы могли набрать за выполнение тоже этого задания, так, это 65. Ну и второе задание, значит, или второй текст, которым могли работать, который должны были проанализировать десятиклассники, да, это великолепное стихотворение Катя Капович, стихотворение 2015 года «Черночный способ ткани полотна». Произведение, на мой взгляд, тоже имеет такую, я бы сказала, и повествовательную основу, повествовательную особенность, хотя Катя Капович обращается к теме из разряда вечных, да, тема того, что такое поэтическое творчество, как рождаются стихи, как творит поэт, да, как в его творчестве смыкаются и взаимодействуют понятия ремесла и творческого вдохновения. Каково место поэта в этом мире, да, важно было открыть, что для самого автора, для ее лирической героини, конечно же, поэзия – это некое таинство, которое творится, которое разворачивается в особые такие вот периоды дня, да, периоды дня, в особых условиях, в особых условиях, потому что, как правило, днем поэта занято чем? Газеты развози, крути педали, смотри картинки, люди дома, дома и люди, но есть особое время, особое время, когда поэт уже предоставлен себе, предоставлен себе, и вот здесь начинается как бы истинная жизнь для поэта, жизнь его души, да, где он открывает просторы своей души, и вот тогда рождается тканное полотно, да, как результат его творчества. Строка бежит по краю, за строкой ты идешь подобием челнока, с обратной выводя на лицо целую дома, дороги, небо, облака. Интереснейший текст был предложен для анализа, на мой взгляд, достаточно понятный, достаточно понятный, достаточно понятный для выполнения десятиклассникам, но и при этом, конечно же, да, мы ожидали, что вы так или иначе размышляете и о смысле этого текста, увидите развитие смысла, то есть смысл в динамике покажете, потому что текст действительно достаточно ритмичный, динамичный, разноплановый, да, конечно, при анализе стихотворения важно было поработать и с теоретико-литературными понятиями, да, и важно было продемонстрировать свою литературную эрудицию, да, уместность как раз использования в этом анализе фонового материала из области культуры и литературы, да, когда вот появляется текст на тему поэта и поэзии, да, то невольно, конечно же, да, я думаю, вы могли вспомнить эти параллели из творчества Кошкина, Лермонтова, Тютчева, но многие так и поступили во многих работах, вот этот фоновый материал, да, конечно, присутствуют, присутствуют. Вот, наконец, в 11 классе, в 11 классе тоже предлагалось для выполнения этого задания два интересных произведения, в частности, рассказ современной, современного прозаика Марины Москвиной, Наш мокрый Иван, да, и произведение, Наш мокрый Иван, произведение 1992 года, да, это тоже современная литература, чем интересен этот текст. Интересен текст, во-первых, тем, что в качестве повествователя выступает мальчик, и произведение с весьма незамысловатым сюжетом, да, произведение о жизни семьи и о ситуации, которая достаточно часто встречается в семейных историях, да, когда отец уходит из дома, когда отец уходит из дома, но эта ситуация воспринята, увидена, прочувствована и подана через восприятие ребенка, подана через восприятие ребенка, то есть он является главным здесь повествователем, да, и он является активным участником этого сюжета, да, но при всей такой вот внешней, может быть, непритязательности этого произведения, при его внешней простоте, текст уникален тем, что в нем глубокий смысл, в нем глубокий смысл, смысл, который проявляется через символические образы, да, через символические образы, и глубоко символично название этого произведения «Наш мокрый Иван», да, «Наш мокрый Иван». На первый взгляд может показаться, что речь идет о исключительно комнатном растении, да, цветке под названием, который, народом название цветка «Бальзамин» или «Ванька мокрый», но это не просто комнатный цветок, не просто комнатные растения, да, это тот предмет семейного мира, который, в общем-то, позволил восстановить семью, да, который побудил отца вспомнить о том, что есть семья, есть для него очень близкие, родные и дорогие ему люди в этой семье, и вот роль этого цветка в жизни семьи оказывается очень значимой, оказывается очень значимой. Более того, друзья мои, я скажу вам о том, что в народе существует такое поверье, если что-то в семье неблагополучно, да, то как раз цветок под названием «Ванька мокрый» может посигналить домочадцам о том, что что-то не так, листья его могут опасть. И вот отец, вспомнив про этот цветок как раз и понимает, да, что цветок является знаком того, что в этой семье что-то произошло, и он виновен, отец понимает, что он виновен в этом, он виновен в этом. Вот, ну, то есть такая любопытная история, любопытная история, она любопытно рассказана, и вы должны были как раз и пронаблюдать за формой этого произведения, за образами, да, за символическими образами, за тем, как выстраиваются взаимоотношения между героями, между членами этой семьи, да, какова функция здесь мальчика, да, как он взаимодействует с отцом, как выстраиваются диалоги в этом произведении, да, потому что здесь достаточно много диалогов, много диалогов, да, и текст тоже достаточно динамичен, динамичен, да, и текст состоит одновременно из разговоров. Ну, и второе произведение, которое предлагалось для анализа одиннадцатиклассников, это стихотворение Владимира Строчкова «Вот мы пишем, пишем письмена свои на воде». Стихотворение тоже из разряда текстов на тему поэта и поэзии, да, стихотворение, которое буждает нас к размышлению о том, что такое поэтическое творчество, да, где поэт обретает вечность, да, где его творение, скажем так, получает признание, да, в чем смысл поэтического творчества и поэтического предназначения автора. Вот об этом стихотворении и важно здесь анализирую этот текст было и понять, что вкладывает конкретно Владимира Строчков в эти смыслы, в эти понятия, да, поэти поэзии и как это все разворачивается уже на художественном уровне. Ну и следовательно одиннадцатиклассники при выполнении этих заданий тоже могли набрать максимально шестьдесят пять баллов, да, при анализе прозаического или поэтического произведения, да, и вот критерии все у вас перед глазами. Ну и, наконец, давайте обратимся к заданию, которое шло под номером пять, задание, которое шло под номером пять, так называемое творческое задание, творческое задание, и тип заданий был единый и в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом гласе, так, вам предлагались обложки произведения, обложки произведения, и необходимо было, выступая в роли, в роли помощника редактора, да, сделать обзор этих обложек, да, обращая внимание на то, как менялось оформительское решение обложек, и необходим были этот обзор, обзор представить в виде творческой работы, в виде текста, в виде текста, предполагало, что вы обратите внимание на связь обложки с содержанием из поэтика литературного произведения, что вы так или иначе через обложку и дадите свое понимание, свою интерпретацию творчества художника-оформителя, да, или издателя, ну, и важно было все-таки в своей творческой работе показать, как отражается в этой обложке эпоха, эпоха, да, с художественной точки зрения, то есть культура, состояние искусства того или иного времени, того или иного времени. Максимально количество баллов, которые вы могли набрать за выполнение пятого задания, это 20, 20 баллов, да, при анализе ваших работ, при проверке ваших работ мы учитывали то, как вы соотносите при характеристике обложки связь обложки с мотивами, с образами самого произведения, да, на то, мы обращали ваше внимание на то, как вы работаете с визуальным материалом, то есть, как вы видите, наиболее значимые детали, линии визуального материала, как вы их выделяете, как вы оцениваете композиционное расположение элементов, особенности графики, даже особенности шрифта, ну и, конечно, мы оценивали то, как вы понимаете отражение в этой обложке культурной эпохи, поэтому понимание культурных стандартов эпохи, отражение времени, издание, оформление книги, да, вот это тот критерий, на котором тоже обращали внимание при оценивании ваших работ. Ну и, конечно, вы должны были создать законченный текст, связанную работу, поэтому мы и оценивали композиционную стройность текста, речевую точность и выразительность. И в итоге за выполнение пятого творческого задания вы должны были набрать максимально 20 баллов, максимально 20 баллов. И вот теперь давайте посмотрим, что предлагалось, что предлагалось. В частности, девятиклассникам предлагалось поработать с обложками к повести Николая Михайловича Карамзина «Бедная Лиза». Предлагалось три варианта обложки. Обложка 21-го года, обложка 81-го года и обложка 2013-го года. Отмечу, что многие из вас действительно весьма успешно справились с выполнением этого задания, действительно написали интересную статью, где и пронаблюдали за выполнением, за художественным выполнением этой обложки. Многие из вас очень хорошо вспомнили, что «Бедная Лиза» это сентиментальная повесть Николая Михайловича Карамзина, вспомнили и сюжет этого произведения, вспомнили и символические образы и детали, которые нашли отражение и оформление обложки. Ну и что тоже показалось интересным, многие из вас выразили и свое отношение к этим обложкам. Кто-то указал обложки на его взгляд более удачные, кто-то отметил менее удачные. Ну были такие работы, где мы встретили позицию, которая показывает, что вообще нет удачных обложек оформления Бедной Лизы Карамзина. То есть разные были работы, но в целом я бы сказала, что задание казалось посильным, и многие были весьма успешны при выполнении этого задания. так, в 10-м классе предлагалось сделать обзор обложек к роману Михаила Графовича Салтыкова «Щедрина» и «Столидного города». Так и предлагались обложки 1935-го года, 1981-го года, 2013-го года. Работы тоже достаточно интересные получились, потому что особенно те из вас, кто действительно проявил свою необыкновенную эрудицию, хорошее знание произведений, смогли и прокомментировать образы, запечатленные на этих обложках, образы из самого романа, из романа Салтыкова «Щедрина» и «Столидного города», и даже указали, что это за герои показаны, и что здесь летописец, и какие-то отдельные городоначальники, и какие-то сюжеты из романа прокомментировали. Это, конечно, доказывает высокий уровень вашей подготовленности, но и сумели показать, в чем достоинство той или иной обложки, и соотнести эту обложку и с эпохой, когда это книжное издание выходило в свет. выходило в свет. И, наконец, одиннадцатиклассникам предлагалось внимательно познакомиться с обложками к изданиям знаменитой поэмы Александра Блока «12». Предлагалось тоже три обложки. Обложка издания 1921 года, обложка издания 1977 года и обложка издания 2010 года. И тоже выполнение этого задания было весьма успешным, потому что одиннадцатиклассники обращали внимание на графику, которая отражена в этих обложках, на особенности графического письма. Одиннадцатиклассникам, поскольку это произведение уже хорошо изучено, разобрано на уроках литературы, достаточно было легко соотнести обложку со смыслами этого текста, с центральными образами. Ну и удалось соотнести обложки этих изданий с тем временем, когда произведение публиковалось и доходило до широкого читателя. Действительно, мы прочитали работы, которые свидетельствуют о том, что вы знаете, что было в жизни российского общества в 21-м году, и что была за эпоха 70-х или конца 70-х годов, и как эта эпоха отражается и в издательстве, в издательском деле. Ну и что происходило уже в 20-е, уже происходило в начале 2000-х годов, то есть имеется в виду обложка 2010-го года, это вы тоже отражаете в своих работах. Следовательно, вот я отмечаю, что достаточно продуктивно вы выполнили данные задания и работы мы считали достаточно интересные. Ну вот, дорогие ребята, пожалуй, на этом я завершила разбор и заданий, и критерий, по которым мы проверяли ваши работы. Я очень надеюсь, что вам было полезно познакомиться с данным материалом. Я надеюсь, что многие вопросы, которые у вас возникнут или возникли после того, когда вы увидели свои результаты, они уже эти вопросы у вас будут разрешены, вот в результате таких комментариев, которые я сегодня вам дала. На этом я завершаю наш видеоразбор выполненных заданий. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Всего самого доброго. До свидания. .